Урок 4. Уничтожение защиты. В позиции на диаграмме слон черных защищает ладью от нападения короля белых. В свою очередь слон черных находится под ударом белой ладьи. Поэтому белые играют. Ладья бьет H7, шаг. Уничтожая слона, защищавшего ладью. После хода черных король бьет H7. Белые забирают ставшую беззащитной черную ладью. Король бьет F5, получая решающее преимущество. Вернемся к исходной позиции. Как мы видели, целью комбинации являлось уничтожение черного слона, который защищал ладью. Переходим к следующему примеру. В этой позиции ладья черных атакует белого коня, который защищает белую ладью от удара черного короля. Поэтому черные играют. Ладья бьет C2, шаг. Уничтожая защиту белой ладьи. После вынужденного хода белых король бьет C2, черные забирают ставшую беззащитной ладью. Король бьет B4, получая решающее преимущество. Вернемся к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в уничтожении коня, который защищал белую ладью. Переходим к следующей диаграмме. Здесь пример посложнее. Ладья черных защищает восьмой горизонталь. И в свою очередь находится под ударом белого ферзя. Если бы черной ладьи не существовало, то белые объявили бы мат. Поэтому белые играют. Ферзь бьет F8, шаг. У черных единственный ответ. Король бьет F8. Следующим ходом белые объявляют мат. Ладья идет на поле D8. Мат. Вернемся к исходной позиции. Идея комбинации белых заключалась в уничтожении черной ладьи, которая защищала восьмую горизонталь. Переходим к следующей позиции. Здесь конь черных защищает поле F7, с которого белый конь может нанести двойной удар на короля и ферзя черных. Поэтому белые играют. Ладья бьет F6, шаг, уничтожая защиту поля F7. Черные вынуждены ответить G, H. После этого белые ходят конь F7, шаг с двойным ударом на короля и ферзя черных. Черные убодят короля из-под шага, король на G7. И белые выигрывают ферзя. Конь бьет D8, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации заключалась в уничтожении коня черных, который защищал поле F7. Переходим к следующему примеру. В этой позиции белый конь защищает пешку A2. При отсутствии коня черная пешка могла съесть пешку A2 и пройти в ферзи. Поэтому черные жертвуют качество. Ладья бьет B4, уничтожая защиту поля A2. Белые забирают ладью CB. Черные играют BA. Их пешка проходит в ферзи. В результате черные получают решающее преимущество. Обратимся к исходной позиции. Идея комбинации заключалась в уничтожении коня белых, который защищал пешку A2. В этой позиции найдите за белых комбинацию на тему уничтожения защиты. Правильно, ладья бьет G8, шаг, уничтожая защиту ферзя F6. На вынужденный ответ черных король бьет G8, белые забирают беззащитного черного ферзя. Ферзь бьет F6. Получаю решающее преимущество. Обратимся к исходной позиции. Мотив комбинации. Уничтожение черного коня, который защищал ферзя на F6. Здесь вход черных. Получите решающее преимущество с помощью комбинации на тему уничтожения защиты. Правильно, ладья бьет F3, шаг, уничтожая защиту белой ладьи G5. Белые играют. Король бьет F3. После этого черные забирают беззащитную ладью. Король бьет G5. Возвратимся к исходной позиции. Идея комбинации заключалась в уничтожении белого коня, который защищал ладью на G5. В этой позиции ход белых. Добейтесь решающего преимущества с помощью комбинации уничтожения защиты. Правильно, ладья бьет Е4, шаг, уничтожая защиту ладьи C2. После хода черных король бьет Е4, белые забирают ставшую беззащитной черную ладью, король бьет C2, получая решающее преимущество. Обратимся к исходной позиции. Мотив комбинации уничтожения черного слона, защищавшего черную ладью на C2. Переходим к следующему уроку.